Добрый день! Я вас приветствую! Сегодня Меркули Ди, значит, мы будем говорить о Меркурии. Занятие длится сегодня 25 минут, поэтому я постараюсь говорить всё сжато, конкретно и максимально информативно. Итак, Меркурий – это первая планета, которая максимально близко находится к Солнцу. Как мы с вами уже говорили, это наш колонка Солнца, трансформатор тех энергий, тех знаний, которые Солнце передаёт Меркурию. Он их берёт и передаёт через Венеру к нам или к нам напрямую. Когда Меркурий ретроградный, учитывая то, что его, скажем, колесо вращения вокруг Солнца намного меньше, чем земное, поэтому мы иногда бываем впереди, он чуть позади. И когда Меркурий либо ретроградный, либо он даже, так сказать, вечерний, тогда у людей иногда бывает замедление определённое в понимании, а также, так как Меркурий отвечает и за интеллектуальные наши возможности, и за технологичные, технократичные, тогда может что-то ломаться. Вот приведу такой пример. Когда я ещё жила в Швейцарии, у меня была подруга Катя, и у них в доме был кондоминиальный бассейн с сауной. Она была старенькая, но я наловчилась и делала там прекрасный классный парк, и мы там веники купили по 20 евро в Милане, парили друг друга. Так вот, я ездила, ну, практически раз в месяц, если не раз в неделю, мы старались париться в бане, так сказать. Но я могла к ней ездить с закрытыми глазами. Когда был один раз ретроградный Меркурий, я еду и туплю, вот банально туплю, я не пойму, по какой дороге мне ехать. По набережной мне лучше ехать или заехать через автостраду, пробки или не пробки. Короче, я ездила, ездила, я забыла её адрес, как выглядит дом. Хотя, ещё раз говорю, там была 154 раза. Чем дело закончилось, я начала ставить в навигатор, хотела поставить дом. Адреса не помню. Я остановилась, и я понимала, что, ну, просто тупо ретроградный Меркурий. И вот так, как бы, мысли мои, мои мысли, мои скакуны, я их не могла ухватить, не могла их поймать. О Меркурии очень интересная есть легенда. Во-первых, почему я вот Кадуцея, да, на заставку поставила. Потому что легенда следующая. Значит, Аполлон подарил Гермесу вот этот прекрасный жезл, который божественный, естественно. Потому что и Аполлон, это бог, так сказать, с Марса, да, с горы Олимпа. Мы говорили о том, что на Марсе самая высокая гора в Солнечной системе называется она Олимп. Соответственно, те истории, легенды, мифы, которые мы получили от древних греков, по сути, они сохранили знания из Атлантиды, когда боги жили среди нас. И когда каждый бог давал нам те знания, те энергии, те качества в нас развивал, которые этому богу были свойственны. Вот мы говорили уже о том, что в некоторых историях и мифологиях, скажем, главного бога называют Зевсом. Но если мы будем смотреть через тайные знания, по сути, это и был Люцифер, которому было доверено земное человечество, жизненная волна, которая с Луны перешла на планету Земля. И он сначала нас тоже познавал, а потом он понял, что вообще-то классно нами руководить, что мы можем быть достаточно тупыми. А опять же, почему? Потому что каждый человек выбирает, куда ему инвестировать свое время, зарабатывать деньги, делать карьеру, над златом чахнуть или инвестировать в свое вечное, свое высшее. Потому что мы говорили, что у каждого человека семь тел, четыре смертных, из которых одно физическое и три тонкоматериальные. И когда они покидают наше физическое тело, то потихонечку растворяются в пространстве, в эфире. И три высших тела – это, скажем, наш вечный странник, как я еще раз говорю, это руководитель нашей души смертной, который подключен ко всему эфиру, к хроникам Акаши. Они знают все обо всем, о всех. И почему, когда я говорю, что я могу вот так просто подключиться и спросить у своей бабушки, находится она на земле в воплощении или она на высших планах, Это, естественно, я делаю посредством открытого канала и раскачанного ментального, энергоинформационного своего поля через связь со своим высшим «я». Я спрашиваю свое высшее «я», секунды, времени нет в пространстве, необходимо для того, чтобы мой интерес направлен, потому что каждый человек – это как антенна. Так вот, что мы, каждый из нас, каждый человек, как антенна, будет от ретранслятора Меркурия принимать? И вот, значит, Кадуцей связан с тем, что Аполлон в знак примирения с братом подарил свой волшебный посох Гермесу. Гермес хотел понять, познавание боги тоже познают себя, потому что наш создатель, логос-отец и логос-мать, они оптимальны и все, что происходит, создается ими. Так? Поэтому они познают через нас антенн, свою многогранность, но боги с Марса – это тоже в прошлом люди, да, то есть на другой планете они были людьми, потом они стали ангелами, потом они стали богами, ну, так сказать, архангелами. Так вот, Гермес увидел, что две змеи между собой ссорятся, шипят, да, и он взял и вот так посох поставил между ними. И они замерли. Все. Они перестали ругаться. И этот символ мира, диалога, он стал частью этого жезла, и, соответственно, сегодня он называется Кадуцей, Кадучеус, наверное, по-латыни. Так вот, вот смотрите, что происходит. По сути, эти две змеи, они также символизируют от высшего, да, вот первая змея, которая вниз у нее как бы идет, это инволюция. То есть от божественного духа мы от отца отделяемся, космические строители нас строят, потом мы получаем вот эту монаду индивидуальную. И эту индивидуальную монаду нам вся группа наших старших братьев создает. Как мы говорили, на Луне существовала групповая душа. Когда жизненная волна с Луны пришла на планету Земля, у нас тоже была групповая душа. В первой расе, во второй, в третьей. В третьей расе люди стали уже материальными, то есть у нас уже были тела без глаз, с ушами, мы были огромные, вулканическая планета, динозавры. И в конце третьей расы, когда уже и венерианцы нам создали достаточно органов, да, и жизнь на планете стала меняться. Тогда самый-самый старший брат сказал, пора людям дать разум. И так как нашим руководителем был Зевс, он же Люцифер, их направили, огненных, да, богов, братьев, направили с нами заниматься. Они пришли и говорят, вот этим что ли? Причем первый раз их, насколько я понимаю, присылали, когда мы еще только с Луной вернулись, и мы такие были эти облачки, да, астральные. И почему девиз эго «я знаю лучше всех»? Потому что познавание – это эволюция. А я уже все знаю, и я знаю лучше всех – это инволюция. И был такой период, когда Люцифер со своими братьями, со многими, отказались давать разум людям. И тогда, ликом сияющим, солнце, отец сказал венерянцам, ребята, пожалуйста, иерархия ваша берет на себя заботу о человечестве. И человечество передали под иерархию Венеры. И вот это противостояние, по сути, которое находится, потому что, обратите внимание, вот все легенды Греции, они опираются на то, что Зевс гневается. Есть законы, когда высшие сущности не могут скрещиваться с сущностями низшего ранга. Есть законы мироздания, эволюция роста. Но сколько детей, вот тот же Меркурий, Меркурий, он, сейчас скажу, я тоже вытерила. Так, бог Меркурий, у греков он называется Гермес, которому подарили этот жезл, является в античной мифологии воплощением обмена, передачи и перехода из одного состояния или положения в другое. Меркурий, небесный посол, он передает богам молитвы людей, то есть мысли, обычно же люди молятся мысленно, так, мысли, слова, а людям благодеяние богов. Ну, понятно, что он передает, он передает то, что разум, монада, о чем мы говорили. Но вот я другое хотела рассказать. Вот, Гермес или Меркурий, он сын Юпитера, о Юпитере мы говорили Джоведи в четверг и Майе. А кто есть Майя? Майя есть земля, это материя. Кто есть Майя? Она, дочерь Титана, Атланта. Атлантида, Титаны. Он родился в пещере на Аркадской горе Келени. Немногие из богов упоминаются так часто в мифологии, как он. А почему? Потому что до того, как нам дали разум, до того, как родился Меркурий, никто ничего не помнил. У нас была групповая душа. Не было ощущения человека как индивидуальности. То есть вот это облачко мы были, вот как у кошек есть групповая душа. Все, сказали, вам пора давать разум. Венерианцы с меркурианцами пришли на нашу землю, так как мы, арсиане, не оправдали доверия. И даже Прометей, который нам дал бог, огонь, его даже наказали. Потому что они хотели, чтобы человечество были в невежестве, темные людишки. И, по сути, сейчас вот эти все испытания, которые люцифирянскими, ну, богами их уже назвать нельзя, падшими ангелами, вот эти все искушения, да. Вот приходит человеку, говорит, сделай вот эту гадость. Человек говорит, нет, я не сделаю. А за тысячу долларов? Он такой, а за пять? Вы знаете, за десять я эту гадость сделаю с удовольствием. Ему дают десять тысяч. Вот так это происходит. Так вот, смотрите, что натворил Меркурий по мифологии. Меркурий с раннего возраста проявляет качество, доставившее ему впоследствии почетное звание бога воров. С одной стороны. А с другой стороны, что он ворует у других богов? Опять же, люди всему дают определение. Каждый думает в меру своей испорченности. Вот смотрите. В первый же день своего появления на свет. Да, то есть вот он только приходит, становится явленным. У нас дефицит слов, вы помните, да? То есть рождение, потому что все люди рождаются, привычное слово. А проявиться, быть явленным – это слово уже более, скажем, из словаря мудрости, слово космическое. Так вот, когда он проявился, он крадет, в кавычечках, трезубец Нептуна. Да? Что такое трезубец Нептуна? Нептун – это управитель водных стихий. Водные стихии тогда были без границ. И он говорит, так, стоп, подожди, хватит. Людям нужна земля. На этой земле люди должны получать опыт. Стрелы Амура, потому что и боги, и люди, тем более тело желаний лунное наше, астральное было. Они занимались, был период, когда мы очень сильно находились под влиянием Люцифера, да? Сатана, князь Земли, называйте, как хотите, Зевс. Вот. Нельзя было людям, нельзя было заниматься этим с животными, богам нельзя было заниматься этим с людьми. Ну, Содом и Гамура, они там занимались всем подряд, все, кто с кем хочет. Соответственно, вот эти стрелы Амура летели налево-направо. Огненные стрелы, да? То есть тело желаний, похоть, желание без границ. Он забирает это. Меч Марса. Люди раньше воевали, бились. Меркурий говорит, отдай, отдай. Марс говорит, не отдам. Мы хотим тут повоевать немножко. И Меркурий взял и украл. Забрал. И пояс Венеры. Пояс Венеры, потому что он говорит, люди должны быть уже становиться красивыми. Давайте им уже глаза делать, белые зубы делать. Давайте вот это все. Пришло время. То есть Меркурий, он пришел дать нам не только разум, но он пришел нам дать все инструменты, все, что нам нужно. И он дал нам всего, чего достаточно. Но с этим пришел также и закон свободы выбора. Каждый человек выбирает сам знания, мысли, слова, действия. В какую сторону это все применять. На этой оптимистической ноте сейчас буквально прям через несколько секунд прозвонит мой любимый будильник. И я с вами прощаюсь. Благодарю Меркурия, что даже когда я зависала в начале нашего занятия, мне и мой высший руководитель, и Меркурий помогли. Потому что перед тем, как начать занятие... Так, у меня появилась какая-то запись. Нет, окей, микрофон работает. А перед тем, как начать занятие, что я делаю? Мы, когда утром просыпаемся, мы чистим зубы. Так? Потому что ночью, во время нашего сна, весь организм наш работает. Наше второе тело, энергетический двойник, делает генеральную уборку, печень, почки, все, все, все. Астральное наше тело, лунное путешествует в астральном мире, согласно наших вибраций. Если мы с пониманием сознания ложимся спать добрыми, тогда отправляется на один план. Если мы направим в какой-нибудь институт, я хожу часто в институт к моему учителю. И, кстати, вот по методу биолокации смотрела, проверяла и увидела, что 50% у меня усваивается. Я спросила, а можно побольше? Да, можно, надо получать навык. Вот я получаю навык. Теперь у нас занятие 25 минут вместо 45. Следующее. Перед тем, как начать занятие, третье наше – это низшее ментальное тело, которое, скажем, живет в мозгу, и мы им руководствуемся согласно обывательских законов, каждодневных действий, тех установок, которые нам родители дают. Ну и четвертое тело вообще прям наше лежит и говорит, делайте это со мной, делайте. То есть пока наше четвертое физическое отдыхает, остальные три работают. Ну, мозги иногда тоже отдыхают. Почему? Потому что у многих сон неосознанный. Я очень долго работала над тем, чтобы был осознанный сон. Не всегда получается. По-ведьму, зависит от того, где Меркурий находится. Если Меркурий не ретроградный, я прям вижу сон как фильм и осознанно могу, например, происходит… У меня тоже иногда бывают сложные эти ситуации. По каким-то катакомбам мы ходим, там что-то делаем, кого-то спасаем. И иногда бывает страшно так, что пипец. Я включаю себе лампочку. Я во сне. Я прекращаю этот сон. Я выхожу из этого сна. Или говорю себе, Оль, не ссы, это же сон. Да? У меня, например, снилось и ташкентское землетрясение. Я там с девочкой разговаривала. И учила ее, что делать во время землетрясения. Вот такие бывают осознанные сны. Но это было 22 февраля 22 года. Я специально зашла в осознанный сон. Я видела, как я в него заходила. А дальше уже было, скажем, неосознанное. Дальше уже я была как именно в низком астральном мире проводником своего высшего духовного ментального тела. Это вот когда ты выбираешь вот это соединение. Вот мы смотрели в предыдущем занятии о Сатурне, о песочные часы, восьмерка. Вот по сути человек – это восьмерка. Физическое тело – это центр восьмерки. Три низших смертных я их рисую горизонтально, потому что они максимально к земле имеют связь и с информационным полем тоже. И тоже высшая идет восьмерка. Она уже первый круг, второй, третий. Я эти диаграммы, может быть, даже сейчас выставлю, они у меня уже готовы. Простые, но все гениальное просто. Так вот, перед тем, как зайти на занятия, я чищу свое энергоинформационное поле. Я создаю сферу где-то 14 метров. Это я тоже благодаря маятнику, биолокации посоветовалась, спросила, сколько. Спокойно, как я вам говорила, когда я захожу в лифт, где сущности живут в доме моей мамы. Вот, я прошу сущностей покинуть мое энергоинформационное поле. Первый раз, когда я это делала, надо было больше энергии прикладывать. И я там проверяла, потом через маятник, вышли, нет, были одержатели. Потом я, значит, делала, так сказать, аффирмацию, да, свое требование воли и изъявление, чтобы одержатели покинули мое физическое тело. Первые разы было долговато. Ну, типа, пять минут, десять, не знаю. Ну, что, несколько раз приходилось это делать. А вот сегодня, например, это сделала спокойно, уважительно. Они уже знают, что я считаю до семи. Они покидают мое энергоинформационное поле. Я его наполняю фиолетовым пламенем, энергией трансмутации. Я сама себе дирижер. И вот, кстати, хочу сказать, что я очень рада. И вчера еще одно подтверждение получила, что мой индивидуальный курс, который, скорее всего, уже не будет индивидуальным, потому что и Меркурий мой в весах, и Уран в весах, все, и Юпитер, все говорит о том, что это, скорее всего, сбалансировать надо, разложить по полочкам моей девы и передать людям по Нептуну без границ эти знания. Так вот. Ушла куда-то. Сейчас вернусь. А, вчера встречалась со своей приятельницей, с которой я познакомилась онлайн. Мы, девы, все время худеем, и мы были на голодном марафоне. Вот, опять же, там 300 человек где-то было. И вот мы притянулись с Ниной и с Татьяной. И вчера я встречалась с Татьяной. Она случайно была в Сочи со своими дочерьми. Она моя подписчица. Татьяна, привет! Очень было вчера приятно, мне жда мурашек, получать фидбэк. Не то, что там гордыня, или что-то там, когда тебя хвалят. Нет. Когда человек тебе говорит из своей жизни, из парадигмы, да, со своего места во Вселенной, как те знания, о которых я говорю, да, делюсь с вами, сама познаю во время того, как говорю. И вот я, например, там ругаю иногда себя за то, что я подвисаю, а она говорит, наоборот, хорошо, потому что ты раз и возвращаешься туда же. Я говорю, окей, хорошо, спасибо, я не буду себя тогда за это ругать. Так вот, потом мы пошли ужинать, очень красивый ресторан, с видом на закат, очень вкусно было. Пришла ее дочь, Валерия, которая стала девяносто пятой подписчицей на моем канале. Еще раз говорю, я никого не не зазываю, никем не манипулирую, у кого есть вопросы, кто хочет получать знания, он увидит меня в Ютубе, мои ангелы, Меркурий, Нептун, всем вам все покажут. Так вот, для этого мы ставим теги, поэтому, когда у человека есть запрос, обязательно Ютуб, мне Ютуб все показывает. Когда пришло время мне, например, прослушать аудиокнигу беседы с Богом, она просто появилась на экране моего Ютуба. и я поняла штуки, и пришло время это послушать. Я о ней не знала. Было очень интересно и познавательно. И там, кстати, тоже задает вопрос человек, и ему отвечают высшие силы. Очень много интересных вопросов и про тантру, и про настоящую любовь. любовь. Так вот, мы с Валерией практически проговорили, она мне задавала вопросы, я и на примере своей жизни отвечала на них. И я могу сказать, что вот такое взаимодействие неописуемой красоты просто очень интересно в этом процессе находиться, и мне самой лично, потому что когда я какие-то вещи вспоминаю, у меня выстраивается цепочка, вот эта вот причинно-следственная связь. Очень интересно вот это мироздание, я просто восхищаюсь этим всем. И я обратила внимание, что все мои встречи, которые сейчас происходят с моими подругами, клиентами бывшими, вот такими, скажем, случайными знакомствами, ничего случайного в жизни не бывает, это все следствия работы тружеников неба, невидимых тружеников, и купидонов, и информационных посланников. Вот эти все энергии, они без границ, наше мироздание, наше пространство, оно прекрасно и великолепно. И вот я вижу, что, да, перешла вот эта эпоха, и не просто так, не случайно, я когда думала, как назвать, как назвать мой проект, еще в Швейцарии жила, и назвала «Мудрость жизни-21», потому что это не моя мудрость, я маленькая антенка, которая собирает, просто я выбрала это, это мой выбор, собирать знания и передавать его людям. И вот сейчас я описываю свой новый проект «Мудрость жизни-21», и благодаря вот этим знаниям, которые на мультиканале я с вами делюсь, я прежде всего их раскладываю по своим полочкам, и эти знания прокачивают меня, как я готовлюсь, как я структурирую. Вот я теперь по 25 минут, да, занятия веду. Сейчас у нас переменка, лирическое отступление. Вот, буду выходить, соответственно, записывать занятия по ощущениям, по необходимости, но хочу еще рассказать. Наша прекрасная, красивая молодежь, попрошающая молодежь. И вот такой Лера вчера вопрос мне задала. Она говорит, ну вот вы это знаете, вам столько лет, а нам молодежи как быть? Прекрасный вопрос. Я говорю о том, что вам, она говорит, нам-то, наверное, сложнее. Я говорю, нет, вам проще, потому что у нас вот это закостенелое, вот это вот зацементированное от наших родителей переданная информация, так, в наш век, за последние 20 лет, мы ее перепачкали вот этими своими предубеждениями, фейками и всем остальным. А вы сейчас, вот благодаря, опять же, интернету, гаджетам, я говорю, у вас девственный мозг, потому что в 14 лет просыпается сформулировано уже полностью тело желания и идет навык, вот это первая семилетка, первую семилетку мы строим физическое тело, а вот именно уже в 21 год те знания, которые получены в школе, да, человек может, опираясь на свой закон выбора, выбрать, какие знания ему получать, какой опыт, какой навык, где учиться, где получать высшее образование. Вот у меня нет диплома института, потому что мы стрельцы выбираем опыт, навык. Но когда я начала писать книгу и презентацию книги из серии «Настольная книга» для больших и маленьких человек, мы говорим о том, что в теле каждого человека живет вечный странник. Разум Меркурий нам дал 15 миллионов лет назад, и каждый из нас пользуется. И вот еще, наверное, на последний хочу вам дать ассоциацию. Сижу на берегу моря, слушаю Шопена и думаю о том, что в будущем, что нас ждет? Гармония сфер через музыку, через культуру, через морально-нравственные ценности, качества. Мы будем туда переходить. вот этот интерес, который у нас сейчас в эго-плясках внизу, мы его будем поднимать наверх. И когда я писала презентацию, я написала, что высшее образование, жизнь, мудрость жизни и есть мой учитель. А на физике никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек на твоем жизненном пути твой великий учитель. И вот я думала о том, что вот, наверное, то есть нам дали культуру, да, для того, чтобы пробуждать наши духовные качества. Культура – это гармония, культура – это энергия созидания. Музыкальное, кстати, искусство, оно является самым гармоничным, потому что даже изобразительное искусство, и хоть вот там яркие, светлые-то она за мной, а все равно это материя, у нее другая вибрация. А звук, сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, так? Логос – наш создатель вибрации, когда из ничто белый цвет, семь цветов, стала проявляться материя цвета, иерархия цвета, иерархия света, иерархия зодиака, иерархия мудрости, иерархия владык кармы. Это все иерархии, высшие иерархии. Так вот, я думала, наверное, кто музыку, есть люди, которые там пишут методички для ЦИПСО, там, ЦРУ, МИ-6, да, а есть люди, которые пишут, как Игорь Матвиенко, да, вот я говорила, пошли на концерт с мамой Пелагеи, песня «Конь» получили неимоверное удовольствие, а потом с третьей песни ушли, потому что там был один ударник, и там был ужас. Никакого фольклора, никакого прекрасного голоса Пелагеи слышно не было. И я думала, наверное, те люди, которые сидят в филармонии, которые учатся в консерватории, вот я после сорока, но пошла учиться оперному пению, познавать что-то новое, потому что, чтобы выйти из материи, из рублевки лайф, нужны новые энергии, на которые потом можно как за воздушный шарик взять и полететь, потому что материя тебя тянет, да, джипы, счета, которые надо оплачивать, и все-все-все, вот, то есть нужна осознанная перестройка тела, энергоинформационных своих прежде всего. Курить я бросила в 12-м году, вот уже в Швейцарии жила, в один день тоже учитель сказал, Оля, пришло время, я бросила, потому что представляете, сколько смолы, сколько вот этого всего откладывается на всех ваших клетках, по сути, вы убиваете свой организм, медленные самоубийства, и платите еще за это деньги, и еще вы должны эти деньги заработать, соответственно, вы инвестируете свое время, свой божественный бесценный ресурс, жизненную энергию, в то, что вы зарабатываете на сигареты, а вейбы, эти они еще тоже дорого стоят, и я смотрю, на пляже есть прям семейные вейбы-курильщики, мама, папа, взрослые сыновья, их девушки, и они вот это передают, а там еще и цифровой вот этот тонкий наркотик, там привыкание такое, что пипец, то есть люди сами выбирают нарушение своего божественного канала, он и так слабенький, его еще вы сами глушите вот этим, алкоголь, вот я позавчера выпила два бокала красного вина в грузинском ресторане, и потом с помощью маятника посмотрела, потому что предпоследний раз, когда я пила пиво под барабульку, я там хапнула пару одержателей, это алкоголики, которые умерли, у них низкие вибрации, они не могут подняться наверх, что они делают, они хоть в бочку с пивом нырнут, но у них физического тела нет, желудок же вырабатывает вот эти пары, но они тусуются, вот они залезли в мое тело и слушают такое, какой кайф, ловлю от пива или не ловлю, но все равно у них физического тела нет, поэтому их тело желание, оно атрофированное, пока мы всемиром, мы многогранная, божественная сущность мироздания, а по одному никто ничего сделать не может, вот, поэтому это все, знаете, как 2D, 3D, 4D, 2D это плоскость, 3D это объем, а 4D это время, ну, еще там другие качества есть, потому что вот энергия, например, она еще как проявляется? Теплом, вот мне жарко, сейчас пойду на море, так вот, сижу на этом море, и думаю, вот музыка, да, вот люди, которые музыкой занимаются, любят музыку, вот они, наверное, наше будущее, и потом я вспоминаю кого? Злого гения Наполеона, Наполеон очень любил Генделя, Гендель, композитор австрийский, он считается самым позитивным композитором, потому что вот я раньше, когда еще менее была осознанной и меньше анализировала и мало что понимала, но первый вопрос у меня был, почему все композиторы, многие пишут именно на, как меланхолия, да, минорный, есть очень много концертов, есть миноры, маджоры, маджоры это высшая энергия, а миноры грустные, почему все грустно пишут, но с другой стороны, как мы через страдания, через преодоления растем, так же и здесь пробуждаются вот чувства любви, потери любви, грустные песни о любви, с одной стороны, а с другой стороны, это тоже людям, которые верят не на своем опыте получают знания, думают, ой, любовь, это грустно, любовь, это плохо, все боятся потери любви, почему, потому что, когда у человека влюбленность, у него энергия начинается, и марсовые, и венерианские, все активизироваться, да, и меркурианские, они там думают, все, а потом, когда, например, расстались, тем более еще и поругались, друг друга облили, ушатом, то все, энергии нет, по сути, это допинг, а чему нас учит жизнь? Жизнь нас учит самим быть в гармонии, дарить добро и красоту и любовь, и понимать, опять же, закон совесообразности, если у вас карма с человеком закончилась, расходитесь, расходитесь наилучшим образом без того, чтобы биться, потому что вы, если разойдетесь на негативе, в следующем воплощении, а может быть, даже еще там через пару лет, на ретроградном Меркурии, этот человек к вам вернется и начнется опять мыло мочало, начинаем все сначала. Так вот, Наполеон злой гений, он, когда захватывает Австрию, ну, Вену, он дает распоряжение не стрелять в тот район, в котором жил Гендель. Благородство какое, да? Вот, поэтому, как мы говорили, Юпитер нам дает добро, Венера любовь, Меркурий разум, Солнце жизненную энергию, Земля нам дает и время, и материю, и каждый человек, опираясь на закон свободы выбора и воли, может решать, как всем этим оркестром управлять и руководить. И, знаете, хочу процитировать Фьоро де лавито, в моем лице, естественно, который говорит о том, что как дирижер, размахивая палочкой из пространства, без своего оркестра, без музыкантов, не может извлечь никакого звука. Так и человек без знания, как управлять оркестром, кто будет первая скрипка, кто виолончель, кого пригласить на фортепианный концерт, второй концерт, мой любимый, Сергея Васильевича Рахманинова. Подумайте, пожалуйста, об этом. Как стать лучшей версией себя, сам себе, дирижер. И на этой оптимистической ноте я с вами прощаюсь, благодарю за внимание, до новых встреч, на занятиях. Сегодня было занятие номер 9, мое любимое число, это число человека. потому что все сакральные цифры, если вы будете складывать, даже 666, это будет цифра 9, потому что мы по Меркурию должны змеям в инволюцию зайти в материю, а потом выйти из нее, опираясь на знания и стать опять божественной монадой и стать монадой-созидателем, опираясь на тот свой опыт и негативный и позитивный строить новые миры и взять на себя возможно ответственность за человечество на планете Юпитер, а может быть создать свою новую звездную систему. И я приглашаю вас думать о созидании, думать о будущем. потому что оно здесь среди нас. И только туда, куда вы инвестируете свои знания, то вы сможете построить. Вот смотрите, сколько архитекторов, сколько зданий, и все они разные и в разных эпохах. Есть классицизм с колоннами, есть барокко с витиеватыми орнаментами, есть минимализм. Что такое минимализм? Минимализм отражения прямолинейности, чистоты, простоты. до новых встреч. Пока. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok